МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас на канале Азда ТВ. В эфире программа «Итоги недели Центральной Азии». В студии Елена Мищенко и в этом выпуске мы расскажем. В армию за деньги в Таджикистане вводится новый вид службы. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с первым рабочим визитом посетил Москву. В Туркменистане массово задерживают граждан за лайки оппозиции в Ютьюбе. Правозащитники сообщают о беспрецедентном давлении налоговой службы на бизнес в Узбекистане. Президент Казахстана вводит срочный запрет на продажу и аренду сельскохозяйственных земель иностранцам. Очередная годовщина образования вооруженных сил Таджикистана состоится в условиях действия новой редакции закона о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, который предусматривает альтернативный метод прохождения службы в армии. В соответствии с новым законом, ежегодно до 10% мужчин призывного возраста будут призываться в армию, а те, кто не попал в призыв или не хочет проходить срочную службу, могут получить военный билет за прохождение сбора в течение месяца и внесение определенной платы. Закон был принят Нижней палатой парламента и, как ожидается, вступит в силу после подписания его президентом страны. После этого у правительства будет два месяца, чтобы новый закон привести в соответствие с другими нормами и определить размер платы за ускоренное прохождение службы. Этот закон также дает возможность пополнить бюджет и пополнить тот статью, который назначен для финансирования Министерства обороны. То есть будет повышаться зарплата военнослужащих, улучшится их социальная сторона жизни и, соответственно, много других удобств для военнослужащих. Поэтому некоторые люди, которые не хотят служить, они будут определять определенную сумму. Соответственно, размер этой суммы будет определять правительство, специально созданная комиссия при правительстве. Думаю, что этот закон, оно своевременнее и подходит к современным требованиям. И соответствует решению много проблем, которые возникли при подборе молодежи в воинской службе. Авторы по праву к закону считают, что такая мера увеличит количество резервистов, так как любой, кто увольняется со службы, в том числе и за плату, считается состоящим в запасе. Каким образом нововведения будут способствовать повышению профессиональности армии? И не получится ли так, что служить в армии превратится лишь в прерогативу бедных семей? Ответы на эти вопросы далее в комментарии. Если сравнивать качество кадров, которые служат в силовых структурах, то легко можно определить, что ребята, которые служили в армии, они более дисциплинированные, они порядочные, выносливые, адаптированные во всех непредвиденных ситуациях. Дети, которые из богатых семей или детей чиновников, они спят до 10, до 11 или до обеда спят. Они боятся трудностей соответственно. Они привыкли к легкому образу жизни. Я думаю, что эти дети мало подходят к службе в правоохранительных органах. Поэтому данный закон дает очень большие преимущества для ребят, которые хотят служить в армии. И есть другой момент, что ежегодно заканчивают 11 класс около 60 тысяч парней. А при подборе около 20 тысяч парней в армии имеем затруднения, потому что ребята не хотят. Ежегодно в Таджикистане призывают в армию около 30 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Некоторых из них также забирают в ходе облав. Власти обвиняют молодых людей в уклонении от прохождения военной службы. Но жители и гражданское общество видят решение этой проблемы в сокращении продолжительности военной службы, устранении неуставных отношений и улучшениях социальных условий в воинских частях. Таджикистан разрешает въезд иностранцам без наличия результата ПЦР-теста, если у них имеется справка о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает информагентство «Азия плюс» со ссылкой на начальника управления санитарно-эпидемиологической безопасности экстренной неотложной медицинской помощи Минздрава Навруза Джафарова. Иностранцам же, которые не привились от COVID-19, как и прежде, необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции, то есть результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за трое суток до прибытия в Таджикистан. Дети до трех лет освобождены от предоставления этой справки. Получившие вакцину граждане могут въехать в Таджикистан при предоставлении справки о вакцинации. Однако, если иностранец был вакцинирован два или три недели назад, то он все-таки должен будет сдать ПЦР-тест. Если же со временем получения вакцины прошел месяц и более, то результат ПЦР-теста не требуется. Джафаров отметил, что за последние два месяца в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, а также сообщил, что в республику не попали южноафриканский или британский штаммы этого вируса. Напомним, что Таджикистан для вакцинации приоритетных групп населения согласно первому промежуточному прогнозу распределения вакцин от коронавируса по инициативе COVAX получит 732 тысячи доз вакцины AstraZeneca Oxford. В Москве 24 февраля состоялась встреча двух президентов – Кыргызстана и России. Это первая зарубежная поездка Садыра Жапарова в качестве главы государства. Глава России поздравил Садыра Жапарова со вступлением в должность президента Кыргызстана и выразил надежду, что ему удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию. Садыр Жапарова в свою очередь заверил, что Кыргызстан всегда готов к сотрудничеству с Российской Федерацией и пригласил Путина посетить страну с официальным визитом в любое время. Владимир Путин также поднял вопрос о статусе русского языка в Кыргызстане. Напомню, что 19 февраля в правительственной газете «Слово Кыргызстана» была опубликована статья Садыра Жапарова «Союзнические узы» о связях Кыргызстана и России, в которой глава государства подчеркнул, что как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе. Во время двухдневного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москве состоялись встречи с руководством правительства, парламента и представителями бизнес-сообщества России, а также с отечественниками и кыргызстанскими студентами. В Туркменистане массово задерживают граждан за лайки оппозиции в Ютубе. Власти обеспокоены выступлениями сопредседателя оппозиционного движения «Демократический выбор Туркменистана» Мурада Курбанова на канале в Ютуб. Туркменская служба «Радио Свобода» сообщает о десятках граждан, которых уже неделю держат под арестом в управлении полиции Лебабской области за просмотр оппозиционного видео и обвиняют их в государственной измене за то, что они нажимали кнопку «лайк». Мурад Курбанов возглавил оппозиционное движение в прошлом году на фоне активизации политической деятельности туркменистанцев за пределами страны. Методы, используемые туркменскими силовыми структурами в подавлении инакомыслия, уже много лет подвергаются критике в отчетах и заявлениях международных организаций. Как и другие оппозиционные деятели, Курбанов регулярно выступает на канале в Ютуб с резкой критикой правительства Туркменистана. Официальный Ашгабад никак не реагирует на эти обвинения. Радио «Азатлык» со ссылкой на свои источники сообщает, что среди задержанных есть жители разных городов Туркменистана. Их уже целую неделю содержат в управлении полиции, возможно, без питания и без воды. Напомню, что в прошлом туркменские суды приговаривали к тюремным заключениям местных активистов, что оценивалось правозащитными организациями как политически мотивированные дела. Нет более репрессивных стран на сегодняшний день во всем мире. И, конечно, очень много лет туркменские власти очень строго и жестоко контролируют, следят за интернетом. Там нет, конечно, никакого свободного доступа к интернету. Поэтому меня не удивляет нисколько то, что мы видим эту практику. Конечно, абсолютно вся власть в Туркменистане сконцентрирована кроме одного человека. Вокруг одного человека это президент Берды Мухаммедов и его, конечно, близкие соратники. И они, как я сказал, они контролируют интернет-поле очень строго. Не допускается ни одна манифестация малейшей оппозиции или инакомыслия. Поэтому, да, лайк в условиях абсолютной диктатуры Туркменистана действительно приравнивается к госизмене. Но, конечно, мы должны отмечать, что это нарушает абсолютно все базовые обязательства международного права, которые Туркменистан добровольно взял на себя. Правозащитники сообщают о давлении налоговиков на бизнес в Узбекистане. Ассоциация права человека в Центральной Азии обеспокоена компанией налоговой службы Узбекистана, которая массово изымает денежные средства с банковских счетов малого бизнеса. И таким образом не только парализовала их деятельность, но и ведет их к разорению. 12 февраля этого года сотни предпринимателей в Ташкенте и регионах Узбекистана обнаружили, что налоговая служба сняла с их счетов денежные средства в национальной валюте эквивалентом от 3 тысяч до 750 тысяч долларов. За несколько дней до этого в персональном кабинете онлайн-системы предпринимателей было произведено доначисление суммы налога на добавленную стоимость, образовавшуюся от фирм, которые были закрыты в 2020 году. Таким образом налоговая служба решила взыскать невыплаченные в национальный бюджет суммы от уже закрытых коммерческих предприятий с действующих организаций, которые вели с ними торговые операции во время их совместной деятельности. 15 февраля 2021 года на сайте Государственного налогового комитета появилось официальное разъяснение сложившейся ситуации. У организаций, имевших финансовые операции с недобросовестными налогоплательщиками, осуществляющими сомнительные операции, то есть занимающиеся обналом, на основании статьи 266 Налоговой кодекса скорректирована либо отменена сумма зачета по НДС, ввиду того, что этот зачет осуществлен на основании притворных сделок. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. В случае предоставления налогоплательщикам документов, подтверждающих законность и реальность сделки, а также доказательств, свидетельствующих о проявлении ими должной осмотрительности при выборе контрагента и способности поставщика исполнить обязательства по сделке, сумма зачета по НДС будет незамедлительно восстановлена. 12 и 15 февраля этого года пострадавшие предприниматели встретились с должностными лицами Ташкентской городской налоговой службы, но не получили от них удовлетворительных объяснений в ситуации. Теперь они намерены нанять адвоката и привлечь внимание общественности к своему положению. Правозащитники утверждают, что тем, кто заявляет о своих правах, угрожают усилением налоговых проверок. Ряд предпринимателей, которые пытаются вернуть деньги, сообщают о запугивании со стороны сотрудников службы государственной безопасности. Безусловно, в первую очередь мы надеемся на правовую оценку органов прокуратуры и их власти. Но, как показывает пример, по нашим данным, значит, уже более 70 исков подано в судебные органы и странная реакция со стороны судов. Те исцы, которые уже подали обращение в суды, они сталкиваются с тем, что суды направляют к ним проверки. Не по существу иска, а проверка их деятельности. То есть, таким образом, они как бы уходят от сути обращений, которые послужили иском после этой акции. И рассмотрение их исков по существу откладывается на неопределенный срок. Опять-таки, это говорит о том, что судебная власть находится влиянием и под серьезным влиянием исполнительной власти. В бизнес-сообществе нарастает возмущение, поскольку предприятия остаются без денег, чтобы платить своим сотрудникам, выполнять контракты и сталкиваются со штрафами со стороны деловых партнеров. Многие предприниматели вынуждены приостановить банковские операции. На встрече с бизнесменами представитель налоговой службы назвал 10 тысяч предприятий, которые оказались в списке мониторинга этой госслужбы. Ранее в налоговой заявляли о почти 400 предприятиях по городу Ташкенту. Эта акция налоговой службы, она прежде всего ударила по развитию частного предпринимательства и малого бизнеса. А следовательно, это достаточно красноречивый пример, который может являться индикатором для инвесторов. Это такой наглядный пример, что собственность в Узбекистане никак не гарантирована, никак не защищена. Никаких гарантий защиты собственности в Узбекистане мы не наблюдаем. А следовательно, есть высокий риск, и кредитование проектов для Узбекистана опять будет дорогостоящим. Поэтому если Узбекистан, объявляя о своей реформе, не создает условия для развития частного бизнеса, частного предпринимательства и малого бизнеса, то естественно вот такие акции, такие бесправные, я считаю, действия со стороны налоговой, они наносят огромный непоправимый ущерб экономике страны, потому что благодаря этим предприятиям государство платит пенсии престарелым, оказывает социальную помощь малоимущему населению, особенно после ковида. Нужно, чтобы все остальные представители органов власти выходили на встречу к предпринимателям, желая им помочь, их поддержать и дать им возможность сохранить свой бизнес. Главное, что я хочу сказать, налоговая служба должна все-таки руководствоваться законодательством прежде всего. И самое главное, я считаю, что если даже найдутся предприниматели, которые на самом деле не доплатили налог, это не значит, что нужно до официального объявления изымать у них все оборотные средства, так, что они не могут выплатить зарплату, они не могут продолжать свою делагу деятелей и так далее. Нужно просто странам договориться, определить график выплат и не создавать препятствий для дальнейших деятельностей. В этом главная суть. Президент Казахстана Касым Жамар Токаев поручил срочно узаконить запрет на продажу и аренду иностранцам земли сельскохозяйственного назначения в стране. Президент подчеркнул, что принял конкретные решения по этому вопросу. В первую очередь поручаю запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается юридических лиц с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу. Глава республики не в первый раз касается так называемого земельного вопроса. Еще в июле на расширенном заседании правительства он обещал поставить в нем точку. Напомню, что в 2016 году по Казахстану прокатились массовые протесты против резонансных поправок к земельному законодательству, которые допускали возможность иностранным гражданам и юридическим лицам брать в аренду земли сельскохозяйственное назначение на 25 лет. Кроме того, поправки предполагали возможность выкупить сельскохозяйственные земли у государства в частную собственность. Впрочем, власти уже тогда подчеркивали, что речи о продаже земли иностранцам в документе не идет. Это было давно, но тогда еще президент Назарпаев заявил о том, что этого не будет и на самом деле этого не произошло. Но чего боялось население? Население боялось того, что произойдет отторжение части суверенной территории Казахстана. Бурное противостояние земельной реформе вынудило тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева объявить мораторий на действии этих поправок, срок которого истекает в конце текущего года. Поэтому запрет на продажу, который был оглашен, аренду земель сельскохозяйственного значения, он был озвучен еще президентом Назарбаевым в 2015 году. И про сути сделать, как я их ничего не изобрел, он повторил позже, что было сделано президентом Назарбаевым в предыдущем случае. Это преподнесено было как величайшее удовлетворение и учет общественного мнения. Хотя это было сделано еще под давлением казахстанских фермеров и казахстанских работников много лет назад, на самом деле. Ну, в данном случае просто общественное мнение как бы ввели от реальной проблемы. Ну, а реальная проблема заключается, опять-таки я еще раз, проблема заключается в равенстве положения казахстанских и китайских зарубежных университетов. Ну, в данном случае неравнился в заработной плате, в частности в нефтегазовом секторе в Казахстане. В этом году и в прошлом году прошло множество выступлений с требованием повышения заработной платы и увеличения социальной защиты. Они не афишировались, но тем не менее это происходило. И были столкновения между китайскими специалистами рабочими, казахстанскими, ну, как бы, в руках прикладства и приходилось поднимать полицейские операции. Поэтому в данном случае, в отличие от вас вопроса, много проблем. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Мы говорим о том, про что иные предпочитают умалчивать. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова